Итак, здравствуйте! Сегодня Тунис. Территория 163610 кв. км. Дата независимости 20 марта 1956 от Франции. Население 11 млн человек. Столица Тунис. Валюта Тунисский динар. В Тунисе два официальных языка. Арабский и французский. Основными статьями экономики являются нефть, газ, туризм, продажа фиников, оливковое масло и оливок. Летом рабочий день в Тунисе официально начинается в 7 утра и заканчивается в 2 часа дня. Связано это в первую очередь с невыносимой жарой. В Тунисе навы обращаются только к президенту в знак особого уважения. Одной из необычных достопримечательностей Туниса является роза Сахары. Этот так называемый цветок образуется в пустыне из соли и песка. Его часто используют для украшения аквариумов и жилищ. Высота кристалла может достигать 3 метров. Древний город Карфаген. Сегодня Карфаген самый известный пригород Туниса. И оказавшись там, вам действительно будет что посмотреть в Тунисе. Руины древнего города по наши дни стоят на берегу Тунисского залива, впечатляя своим величием и богатейшей историей. До наших дней, к сожалению, ученым историкам так и не удалось найти достаточной информации о происхождении Карфагена. Но на крестных территориях продолжаются масштабные раскопки. Национальный музей Бордо, Тунисский музей Бордо – главный музей древности, куда более сотни лет завозятся уникальные и ценные находки, добытые в процессе археологических раскопок по всей стране. Экспозиции музея представляют собой богатейшее собрание римских мозаик и других артефактов, отражающие историю цивилизации в Тунисе, насчитывающие более трех тысяч лет. Сейчас там представлено более трех сотен мозаик, обширная коллекция мраморных статуй, старинные керамика, надгробия жрецов, терракотовые статуи и многое другое. Пещерный город Матмата. Более полутора тысячелетий в рукотворных меловых пещерах, вырытых в склонах местных гор живут племена берберов. Эти необычные 1-2 этажные жилища представляют большой интерес для посетителей. Но такой способ жизни в пустыне не прихоть, а единственный способ уберечься от палящего зной африканского солнца и от небывалых перепадов температуры в течение суток. Так, при жаре в 50 градусов, внутри пещеры сохраняются комфортные 20-23 градуса. Кактусы в человеческий рост совсем не диковинка для Туниса. Они здесь растут повсеместно и многим жителям служат качестве заборов, а также их плоды используются в кулинарии. Перелезть через такую ограду не каждый решится. Тунис считается самой демократической страной в Африке и арабском мире. Здесь ислам суннитского толка. Но девушки, если не консервативные, то могут спокойно ходить без покрытой головы или в купальнике на пляже. Также, хоть в стране сухой закон, но он не распространяется на туристов. А местные могут пить ликер, табарин. Также в плане транспорта, интернет и мобильной связи страну сравнивают с европейскими странами. Хабиб Бургиба, первый президент страны. Правил с 1957 по 1987. До сих пор подсчитается в Тунисе как герой и самый лучший политик. Он вел больше нейтральную политику, но проводил полусоциалистические реформы. Именно он не допустил иностранные компании для добычи нефти. Осуществил социальные реформы, направленные на модернизацию здравоохранения и образования, ликвидацию неграмотности, расширение прав женщин. Дал им право на развод, запретил многоженство и установил минимальный брачный возраст в 17 лет. Публично же осуждал ношение паранжи, называл ее ненавистой тряпкой. Хоть не все годы его правления считаются солнечными, особенно кризис 1983, но люди до сих пор благодарны ему. Умер в 2000 году, похоронен в Мавзолее в городе Монастир. Ну что ж, надеюсь видео понравилось, а если нет, то ставьте дизлайк, я ж не обижаюсь. Все, пока-пока.